Хорошая, напряжённая игра получилась. Мы почувствовали обетное давление от дерзкой и быстрой нашей молодёжной команды. И нам доставило труда в третьем периоде, где мы в сфере ломить в ход встречи в целом. Все понравилось. Движение понравилось. И нокаут. Ребята жёстко стояли. Только хорошее впечатление. Хотел бы поздравить взрослую нашу команду с победой. Был очень интересный матч и поучисленный для нашей команды. И, собственно говоря, мы пытались навязывать свою волю, но, конечно, команда соперника больше провела время в нашей зоне и больше атаковала. Поэтому, я считаю, счёт по игре. Ребятам после игры сказал спасибо за хорошую работу. Да, Сергей Александрович, по тому последнюю матчу, и по тому, как молодёжка сопротивлялась, тем более опытных игроков, которые играют в ККЛ даже, да? Можно делать какие-то выводы по персоналиям, кто больше готов к следующим заинтересам? В ККЛ, в ККЛ? Или в сегодняшний матч будет показателем? На данный момент мы имеем то, что мы имеем. Есть возможность играть, и мы, в принципе, довольны, что мы по-прежнему находимся на площадке, по-прежнему тренируемся, по-прежнему играем на таком высоком уровне. По поводу следующего сезона, опять же, ситуации с легионерами нет достоверной информации, как это всё не будет через три месяца. Никого сейчас нет. И, конечно, будут все равно места, будут все равно новые возможности для уже этих ребят выходить на новые игры, выходить на своих командах и приносить результаты своей команды. И это действительно видно. Да, то есть вы, ребята мои, решать большие вещи, если просто игроков. Добрый команды. Сергей Александрович, все-таки по основному месту работы главный тренер Молодежный сбор, пока вы исполняющий, оказывается, национальные команды. Не смешливо вопрос. Какая команда вам роднее? Сегодня с какими чувствами вы ходили на игровую тренер работу? Они обе родные. Здесь сегодня можно было взять и поменять. Мы стали без вторки. И, в принципе, ничего бы не изменилось. Еще вопросы? Владимир, вы сказали, что матч был поучительный для вас в самом начале. А какие вы вы для себя сделали, может быть, для партнеров? В первую очередь для ребят, да, то, что нельзя, сыграя сильным соперником, тем более в третьем периоде, терять концентрацию. И вот эти две шайбы подряд серийные. Это на будущее очень большой урок для всех для нас, для трейсов. Для ребят, да, что нельзя терять сильным соперником под концентрацию. Можно проиграть матч за очень короткий промежуток и если ты даешь сильному сопернику, даешь возможность реализовать моменты, они это сделают. Поэтому вот это, наверное, поучительный сценарий момент. Сегодня я помню, как следили за Данил Фюро. Ну, не сегодня, а именно в матче. Как вам вообще физически? Много с теми показалось времени? Тот момент такой, что нас запирали часто в зоне обороны. И у нас, так сказать, соперник накладывал свою свежую пятерку на нашу. на наших парней. И там как раз-таки Юров находился пару раз. Это было во втором периоде в основном, да. Поэтому, может быть, поэтому он находился на сбору. Не больше, чем некоторые другие игроки. Сергей Александрович, а планируется ли ваша поездка великолепный спортивного штаба на Большой чемпионат мира? Я впервые вас услышу. Нет, я спрашиваю, планируется или нет. В нынешних реалиях, по-моему... Ну, для просмотра. Нет, нет такой работы. Владимир Викторович, от игры молодежной команды сегодня получили прям действительно такое колоссальное удовольствие. Яркий, современный, динамичный очень хоккей. Совершенно не испугались более мастеровитого соперника. Ставались действовать первым номером. Можно сказать, что, в принципе, вектор развития завод? Что вы будете придерживаться именно таких фактических схем, моделей? Ну, я, наверное, со словами Сергея Саныча соглашусь, что тут, наверное, сложно делить нашу команду и нынешний состав на национальной сборной на взрослых и молодых. Там, собственно говоря, больше половины команды, а процентов 70 – это тоже игроки молодежной сборной. Поэтому, если не брать нескольких игроков, которые играют в КХЛ, это та же самая молодежная команда. Поэтому, что они, что наша команда играла в флот-хоккей, которая самопропагандирует Федерация Хоккей России. То есть мы старались держать этот вектор. И, собственно говоря, я считаю, у обеих команд неплохо получилось. Спасибо. Вы бы хотели видеть в следующем году на этом турнире больше сборных, может быть, сборную Казахстана, например? Вопрос. Кому? Вам. Я надеюсь, если будет такая возможность, конечно, мы с удовольствием. для них как можно больше участников. Но, опять же, целый год. Как-то смеется. Как-то говорится, что что-то имеется. Что-то не так. Как-то не так. Как-то не так. Как-то не так. Если все, то давайте все закончим. И увидимся с вами завтра. КОНЕЦ Продолжение следует...